Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин в этом выпуске. Нечеловеческие условия для пожилого человека. Одну из квартир в Якутске каждую зиму и весну затапливают фекальными водами. Патруль на новом транспорте, автопарк регионального управления Росгвардии пополнился. Рост экономики сохранился. Егор Борисов провел ежегодную большую пресс-конференцию. В 2017 году Якутия сохранила общие тенденции роста экономики. Об этом сегодня заявил руководитель республики во время пресс-конференции с представителями СМИ. Ежегодная встреча длилась более 2,5 часов. Егор Борисов охарактеризовал развитие региона с точки зрения макроэкономических параметров. Ответил и на актуальные вопросы, которые касаются жизни якутян. О главном расскажет Любовь Васильева. В 2017 году из-за изменений в налоговом законодательстве и аварии на руднике Мира региону пришлось несколько раз корректировать бюджет. Непредвиденные проблемы привели к потере 19 миллиардов налоговых поступлений. В целом за прошедший год республика сохранила тенденцию роста экономики. Темп строительства социальных, жилых и других объектов продолжает увеличиваться. Вот я специально для иллюстрации привез вот такой альбом. 18 922 объекта построили. Типовые, красочные. Полистать можно по всем направлениям. Кроме крупных производственных объектов, таких как Талаканский и так далее. Журналисты поинтересовались также системой выплаты республиканского материнского капитала. Многие семьи не могут получить его, потому что маткапитал в республике выдают только после отчета об использовании средств. Егор Борисов прямо в ходе встречи позвонил министру труда Александру Михееву и попросил разобраться с ситуацией. Два года назад дано поручение по использованию материнского капитала, и по ним мы должны были принимать решение. Да, почему решения нет до сих пор. В минувшем году руководство республики провело ряд встреч с федеральными ведомствами по решению самых актуальных вопросов. Еще один важный пункт – расселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Республика смогла отстоять продление данной федеральной программы в нашем регионе на 2018 год. Мы встречались с Министерством строительства, большая группа специалистов. И мы добились, чтобы программу переселения из аварийного жилья, как пилотный проект, в Якутии в 2018 году продолжался. Это было у нас большое достижение. Ни один субъект не пробил. Мы пробили. Егор Борисов подчеркнул уникальность нашего региона. По климатическим, географическим и демографическим условиям Якутия не похожа ни на один другой регион в стране. В условиях Якутии есть объективные причины, чтобы мы оказывали людям помощь. Мы не можем сравниться с другими субъектами. Мы не можем с другими субъектами как-то соотноситься и говорить о том, что у нас должно быть меньше-больше. Мы должны иметь абсолютно свой отдельный подход. Что мы создаем? 2018 объявлен годом содействия занятости населения. В рамках этого сейчас идет формирование планов и проектов, которые должны существенно повысить трудовую мобильность граждан. А значит, способствовать дальнейшему развитию региона. Любовь Васильева, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. Больше 25% грузов доставили в северные и арктические районы Якутии. До мест назначения автотранспортом довезли почти 164 тысячи тонн. В прошлом году в это время удалось доставить чуть больше 100 тысяч. Об этом сегодня сказали на заседании комиссии по координации завоза. Всего в этот сезон до пунктов назначения должно быть доставлено свыше 600 тысяч тонн различных грузов. В целом запасы топливно-энергетических ресурсов в наличии до середины февраля-начала марта у нас имеются во всех районах Севера Арктики и Республики. Единственное сегодня особое внимание уделяется Средниколомскому району, таким населенным пунктам, как Свата и Солдитр, где остатки угля на котельных составляют чуть менее чем на 10 суток. Надо отметить, что у энергетиков, также по арктической группе районов, запасы дизельного топлива на станциях имеются до начала марта практически на всех станциях. В нечеловеческих условиях приходится жить инвалиду первой группы. Квартира пожилой женщины находится на первом этаже аварийного дома по улице Якутская в столице республики. Каждую зиму и весну ее затапливают фекальными водами с верхнего этажа. И без того тяжелое состояние здоровья женщины ухудшает сырость и плесень в квартире. Из-за чего пожилой человек, да еще и с инвалидностью оказался в такой ситуации, и кто пришел на помощь, расскажет Серглана Захарова. Квартира инвалидов первой группы Фаризы Ефимовой находится напротив туалета общего пользования. Запах из-за такого соседства стоит невыносимый. Сегодня санточка выполняет больше функцию приемника сливных вод от соседей. Но вот в результате вода оказывается не в выгребной яме, а прямо в квартире пожилой женщины. В свое время так было. В вызове еще в сантехниках, они там что-то скачают. А я что-то сделала, вот Володя бегает. Володя это бывший опекун Фаризы. Уже 7 лет он заботится о ней. В Новый год после очередного инсульта она полностью слегла. С кровати не встает, от еды отказывается, рассказывает мужчина. Состояние с каждым днем ухудшается. Пагубно сказываются на здоровье условия проживания. Уже четвертый день Владимир не может дозваться коммунальщиков, чтобы те откачали воду из квартиры. А она уже прибыла на полметра. Полы у нас вот здесь провалены, вот она вода выступает. Мебель я поднял на доски уже, она гневет, тут все. Каждую неделю у нас собирается вот такой вот слой воды, говна, он течет со всего дома. В подъезд из-за стойкого амбре канализации и прогнивших полов не выйти. Пришлось сделать отдельный выход, но и там спокойно не пройти. С сантиметров 70 уже плывет вот эта вся фекалка, вот она, вот она, все видно. И в ограде весной мы уже здесь не выйдем, даже в болотных сапогах. С Владимиром мы направились в управляющую компанию «Юнион», которая обслуживает дом. Там связались с диспетчером подрядной организации, принимавшей заявку от жильца. Обращение, поступившее несколько дней назад, хоть и с трудом, но нашли. Пообещали отправить бригаду и разобраться в причинах промедления. Ну, я не могу ответить за подрядчика, потому что если он обращение надел напрямую туда, здесь его не было. Как он сейчас обратился к нам, я его быстренько, конечно, отработаю. Отработаю с подрядчиком, отработаю с мастером. Сказано, сделано. Пусть и спустя несколько дней после обращения, но насос в квартире все же появился. Отметим, что в последний раз, когда откачивали воду, а это было всего неделю назад, вывезли порядка 300 кубометров. И на этот раз будет не меньше, уверен Владимир. Мы обратились и в социальную службу Якутска, чтобы узнать, в курсе ли в управлении о таком положении инвалида. Как оказалось, женщина к ним обращалась только в 2014 году. Тогда ее дела не были столь плачевными. Сегодня специалисты выехали к ней на дом и собственными глазами убедились в наличии проблемы. В случае, мне кажется, строится дом-интернат, полечиться, посмотреть. Если там ей понравится, можно постоянно работать. На этот вариант Фариза согласилась. Тем более, что за все время болезни она ни разу не проходила реабилитацию. Врачи просто открещивались от беспомощной женщины, говорит ее опекун. После сбора всех документов и справок, ее незамедлительно устроят в доме-интерната. А чтобы не терять времени и не усугублять без того тяжелое состояние инвалида, специалисты пообещали постараться устроить ее в один из центров медицинской помощи в эти же дни. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Павел Пахомов, НВК Саха, Якутск. Автопарк регионального управления Росгвардии пополнился новыми автомобилями. Сегодня в Якутске в торжественной обстановке сотрудникам вручили ключи от семи новых служебных машин. Транспортные средства оснащены всем необходимым оборудованием и средствами связи. Использовать их будут для охраны объектов и жилых домов, патрулирования и поддержки порядка в Якутске. А два автомобиля отправят в Мегино-Кангалаский и Чурапчинские районы. Вручение произошло. Автомобиль УАЗ «Патриот». Это подразделение вневедомственной охраны Чурапчинского района, имеющее за год лучшие показатели у нас. И ряд новых автомобилев. Проведен инструктаж по безаварийности и эксплуатации транспортных средств. Ну и дисциплины на дорогах. В целом все. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения одного из выдающихся врачей Якутии Гордея Томского. Он внес большой вклад в становление офтальмологической службы региона. В далекие 50-е и 60-е годы в каждом поселке открывали медицинские пункты, проводили простые операции. За эти годы служба шагнула далеко вперед. В прошлом году из офтальмологической больницы выписалось почти 5,5 тысяч пациентов. В большинстве случаев они проходили хирургическое лечение. В среднем в Якутии в год делают около 6 тысяч операций. Из них большинству пациентов на оба глаза. Главная офтальмологическая больница хорошо оснащена. Врачи работают по новейшим технологиям. От Калининграда до Камчатки в Якутск со всей страны съехались директора и работники филиалов страховых компаний «Стерх» и «Саха-Медстрах». Поступивший год для них традиционно начался с ежегодного 12-го по счету семинара. Тему продолжит Марьяна Кутукова. 2 миллиарда 200 миллионов рублей – объем страховых сборов за прошлый год. Из них 54% получены из других регионов страны. Страховая группа «Стерх» «Саха-Медстрах», продолжая укреплять свои позиции на рынке республики, успешно вышла на федеральный уровень. Сумели впервые, скажем, страховать крупные объекты. Это известный как Московский метрополитен. Конечно, это имеет большую сумму – около триллиона рублей. Мы перестраховали эти риски, страховая компания «Ганновер», германская компания, которая занимает пять лучших компаний мира. Увеличились не только суммы страховых сборов, но и количество филиалов и агентств за пределами республики. География нынешнего семинара внушительна. Москва, Владивосток, Краснодар, Хабаровск, а также мирный Алдан и Ленск. «Работа довольно непростая, поскольку приходится для тех или иных регионов представлять стерху, поскольку стерху в тех регионах является новым. Очень хорошо помогает то, что компания является государственной, что компания основана самой богатой республикой в стране. И, конечно, это является довольно привлекательным фактором для клиентов». Наступивший год объявлен в компаниях «Стерх» и «Саха-Медстрах» годом системного управления рисками. «Сейчас надо работать интенсивно. Нужно вкладываться в то, что есть. Нужно сохранять достигнутые наши позиции. Они очень сильны, но нужно и не растерять эти достижения». Методы управления финансовыми, операционными, страховыми и другими рисками участники семинара обсудят до конца этой недели. Вот такими событиями нам запомнится уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда, расскажет Якутия. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин